Девчонки, всем привет! Вы на канале Dama Nails. Сегодня я буду выполнять коррекцию нарушенных ногтей. Покрытие относилось достаточно хорошо, но на френче, который мы рисовали, скорее всего не просох черный гель-лак и так подслаивался лак. Снимаю покрытие на максимальных оборотах 35000 фрезой кукурузка с синей насечкой. Использую твердосплавную фрезу, так как она нагревается меньше, но это лично по моему опыту, нагревается меньше, чем керамическая и меньше приносит дискомфорт. На некоторых ноготочках были отслойки между натуральным ногтем и самим покрытием, так как предыдущее наращивание было выполнено на очень короткие ногти, то есть ногти были короче, чем под корень, поэтому из-за этого и появились такие отслойки. Также в процессе маникюра мы достроим некоторые уголки полигелем и сделаем прикольный такой минималистический дизайн. После снятия покрытия я обязательно поднимаю чешуйки ногтей пилочкой. У меня абразивность это 100 на 180 грит, можно использовать 240, но я не люблю использовать бафики для именно поднятия чешуйок, так как когда я им поднимаю чешуйки ногтей, он наоборот заглаживает их, а не приподнимает, как это делает сама пилочка. Отодвигаю кутиклу пушером, она очень легко подается именно для пушера. Пушер отклеивает склейки кутикулы и птериги, поэтому это очень легко было сделать. В последнее время я выполняю маникюр именно фрезой пламя с синей насечкой, потому что приходят ноготочки с более такой огрубевшей кутикулой, с грубым птеригием, поэтому использую именно с синей насечкой алмазную фрезу. Выполняю маникюр сначала на форварде, вычищаю боковые синусы, боковые валики, убираю весь птериги для чистого маникюра, но естественно сильно под матрикс ногтя не заталкиваю нашу фрезу, чтобы не пропилить ноготь и вычищаю все именно пузиком фрезы, ну или же щечкой, ее называют по-разному. Далее правые боковые синусы, боковые валики я вычищаю на реверсе, и также на реверсе я выкручиваю кутикулу такой юбочкой, такой непрофессиональный термин, но он понятен всем мастерам. Выкручивала я кутикулку юбочкой, чтобы в дальнейшем было удобнее обрезать ее, либо же выполнять аппаратный маникюр, но я работаю в комби технике, поэтому делаю срезку кутикулы ножничками. Обязательно все зашлифовываю, чтобы не было у нас заусенец, и затем уже выполняю стандартную подготовку ногтя под гель-лак, именно обезжириваю, наношу праймер, базу, а затем укрепляю ногти. Праймер у меня бескислотный, использую только этот праймер, честно пробовала ультрабонды, ультрабонд особенно от Коди, у меня почему-то он не подошел, то есть пошли отслойки у всех клиентов, отпадало покрытие полностью, и в итоге это была проблема в праймере, точнее в ультрабонде, вот, поэтому я использую только праймер от Креатор, вот, и он очень классный, он мне очень нравится. Нанесла тонкий грунтовочный слой раббер базы, и начинаю уже достраивать, немножечко приподнимая ноготочки, достраивать убранные углы, и некоторые трещинки тоже убирать также полигелем. У меня гис смущенная в обезжириватель, и сам полигель от Sun, я про него рассказывала в одном из своих видео, когда была распаковка. После того, как я сделала все, достраивала полигелем, начинаю креплять ноготочки гелем, как обычно промазываю тоненькую подложку, делаю сразу все по два ногтя, потому что это убирает в какой-то степени время, и все же это удобнее и быстрее. По четыре ногтя не работаю, потому что мне достаточно неудобно, у многих клиентов рука завалена вбок, поэтому материал весь стекает, и, во-первых, когда ты переворачиваешь ручку, все равно придется два следующих ногтя переворачивать чуть больше, и не факт, что материал стечет отлично, то есть чтобы было меньше опила, поэтому работаю в технике именно по два пальчика. На некоторых, конечно, клиенток по одному, но в зависимости от длины, от исходника ногтей, вот, и так практически всегда именно по два. Ставлю каплю, распределяю ее по ногтю, и дальше прошу клиента перевернуть ручку, чтобы сам гель самовыравнивающий перетек на сторону Апекса, не знаю, как это назвать, правда. Далее я обязательно выпиливаю изнаночку ногтей, то есть убираю всю грязь, убираю натуральный ноготь, потому что ногти у нас явно клюют, и мы их немного приподняли, и поэтому, чтобы не было в дальнейшем отслойка, и также чтобы на время носки у нас ноготь не сильно смотрел вниз, я обязательно выпиливаю изнаночку, также выпиливаю ступенечку после предыдущего наращивания. Она появилась, как я уже ранее говорила, потому что ногти были полностью под корень, короткие, то есть даже некоторые ногти были короче, чем под корень, поэтому вот так. Начинаю опил четкого квадрата, опиливаю сначала, смотрю, по верху получается, а потом уже подвожу пилочку под боковые параллели снизу, чтобы приподнять ноготочек, и придать ему именно четкую форму квадрата. Опиливаю все также пилочкой 100 на 180 грит, она безумно хорошо справляется именно с гелевым покрытием, так как гель это жесткий материал, и пилочка должна быть тоже не мягкого абразива. Раньше у меня, получается, я пилила пилочками 180 на 240, либо же 180 на 180, поняла, что это безумно усложняет работу, также я трачу больше времени на пил, поэтому все же 100 на 180 грит это очень удобная пилочка именно для твердого материала. Убираю всю пылесуручек, обезжириваю ноготочки, и приступаем к покрытию. Выбрали безумно красивый такой светло-коричневый оттенок, покрываю его два тонких слоя, первый слой у меня идет встык к кутикуле, второй слой я покрываю уже под кутикулу, а именно перед этим я отодвигаю кутикулу либо пушером, либо же апельсиновой палочкой, и тоненькой кисточкой, приподнимая кожу с кутикулой, я начинаю прокрашивать и уже в лампу полимеризовать ручки. Выполняю полный покрас гель-лака на четырех ноготочках, потому что на безымянном у нас будет дизайн. Примерно от середины ногтя я рисую полосу, и чуть повыше, чем уголок нижний, я ее довожу до конца. Закрашиваю этим же гель-лаком, клиентку видела у меня этот рисунок на типсе, но мы решили повторить его именно в коричневых оттенках. Далее черной гель-краской, очень хорошая гель-краска, но правда не знаю какая фирма, то есть если вам будет интересно, напишите пожалуйста, я вам отвечу в комментариях, так как сейчас я не могу посмотреть, что это была за гель-краска, но очень хорошая, она просыхает хорошо, но есть конечно большой минус, как и в некоторых гель-лаках, если она плохо просохнет, то она скукожится. После того, как я провела полоску черной гель-краской, провожу то же самое серебряное, только серебряное я делаю чуть потолще. Кстати, черное мы делали не тоненькую, нам нужна была средняя, то есть не прям толстая и не тонкая. Далее дотом, либо же кисточкой я ставлю точечку примерно на середине и начинаю рисовать что-то похожее на заветушки. Тоже их делаю не тонкими, потому что клиентка попросила сделать их чуть потолще, и вот, как говорится, слово клиента закон. Выполняю, рисую их, рисовала их недолго, так как дизайн достаточно легкий, также весь маникюр у нас занял не больше полутора часов, то есть полтора часа это уже край. Рисую, сначала я рисовала одну сторону, клиентка полимеризовала, далее я брала другую руку, также рисовала одну сторону, и уже после того, как заполимеризовался цвет, именно гель-краска, я уже рисую вторую сторону, чтобы она не растеклась вдруг по шершавой поверхности от пилки на геле. Обязательно все покрываю топом и увлажняю наши ручки маслом, так как они достаточно сухие. А перед тем, как посмотреть результаты, обязательно подпишитесь на мои соц. сети, то есть название их будет в описании, обязательно перейдите, посмотрите также на мой ютуб канал, буду безумно благодарна вам. Вот такие красавчики квадратненькие у нас получились, с безумно милым, быстрым дизайном. Как вам? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, но мне очень понравилось. Поставьте, пожалуйста, этому видео лайк. Всех люблю!